Здравствуйте, мои дорогие и страдающие на форумах от баланса оружия, ботов, танков и прочего, ибо дам я вам сегодня еще один повод для страданий и создания новых тем про нервы. Впрочем, остальным тоже будет над чем подумать. В общем, всем здрасте! Речь пойдет об истребителях, и в пример я возьму БФ-109 Г-6, которому, как и другим ему подобным в игре, в скором будущем, скорее всего, придется туго. В берлинской компании из авиации он открывается самым первым, и самым первым становится лучиком надежды для команды, играющей за немцев. Отличный самолет с хорошей маневренностью, точной курсовой пушкой, двумя крупнокалиберными пулеметами и бомбовой нагрузкой в 200 кг. Как говорится, бери и нагибай. Коси пехоту, танки, в общем, весь мир в труху. Многие берут, но зачем? Был как-то раз бой один, бой как бой. Все так же на респе на вокзале фашеков, дрюк или инок или со всех сторон на рту и бомбами. В общем, все как обычно, но бобры тогда достали конкретно. Хотел я было взять истребитель, попробовать хоть как-то поубавить пыл авиаторов противника, ну или как минимум отвлечь на себя на какое-то время, но оказалось, в небе из нашей команды уже два самолета летают. И один из них явный истребитель. Но он взлетел, как и кар. Хотя нет, тот все-таки пизданулся и утонул. Вот куда самолет, точнее оба-два, делись ЯХЗ, видимо, приобщались к европейским ценностям, а дозаправка в воздухе имеет и другой смысл, о котором я раньше не подозревал. А ведь тогда кто-то из них наверняка мог помочь команде. Но каждую загрузку отряда я наблюдал занятый самолет, но ни разу не видел, чтобы кто-то из них крабил наземку или пытался сбивать. А у нас уже все сравняли с землей. Бедные солдатики резкались в чистом поле, можно сказать, с голой жопой, которой они почему-то уже третий месяц при загрузке поворачиваются в сторону противника, видимо, чтобы удобнее получать по ней, если после бомбежки остались живы. В общем, на земле жопа полная, а небо от самолетов-союзников пустое. Тут даже в радость был бы очередной Никита Крякнутый, который своим появлением хоть как-то внес сумятицу в ряды противника, а может быть и забрал кого-нибудь. Кто такой Никита Крякнутый? Хайпажор 16 века, решивший повторить подвиг уже упомянутого Икара, но в отличие от того полетел не в небо, а вниз с колокольни. И даже деревянные крылья не спасли, причем не от падения, а от реакции Ивана Грозного. Я его на бочку с порохом посадил, пущай и полетай. Таких Никиток у нас в Инглии тут хоть отбавляй, пороху не хватит. Но те хоть не в пустую летают, да и я бывает тоже так же, но по ситуации. И именно по ситуации я и беру самолет, потому что летать на мышке и клаве с кривым управлением и видом из кокпита – такое себе удовольствие. Нет отключения автоматического выравнивания самолета, это важно. Даже помнится в Тундре ее в свое время сделали по просьбе игроков. Ну неужели так сложно было догадаться, что раз там игрокам не понравилось, то здесь они в восторге будут? Вместо того, чтобы осматриваться во время разворота, я корячу самолет обратно в крен, чтобы посмотреть где противник. Парадокс в том, что я не очень люблю самолеты в Инглистед, но в компании Битвы за Берлин они многое могут сделать на пользу команде, в том числе и играя за ось. Бывало и нередко, когда наступление во вторжении захлебывалось после нескольких сбросов с Густава. Его бомб хватает для того, чтобы с успехом бомбить ползунов. Однако основное его предназначение – завоевание превосходства в небе. И в паре с другим штурмовиком будет еще тот дуэт. Но нам тут пообещали в будущем стреляющих стрелков, и я бы тут на Густава не делал ставку. При всех его плюсах что-то мне не хочется попадать под раздачу Петровичей, которых я называю кузьмичами, ибо похер как называть того, кто пытается тебя свинцом напичкать, а мне тогда картинку надо было поприкольнее сделать. А вот всем любителям полетать придется теперь еще и слепые зоны стрелков у разных самолетов изучать. Но может игроки Тундры и знают уже, а игроки Нлистед? В Берлине с этим все попроще будет. Нейлы лучше снизу заходить, потому что у них сзади хорошо защищена верхняя полусфера, но сразу сбить помешает броня. У Доры почему-то в улучшениях второго члена экипажа нет, но если будет, то будет еще тот пиздец любителям сесть на шесть сверху или зайти в лоб. Четыре курсовые пушки, спаренный пулемет у бортстрелка и бронепластины для защиты – хороший аргумент задуматься противнику. У 410-го так вообще можно сказать, что достаточно большую область сзади и сверху прикрывает установка с электромеханическим приводом из двух пулеметов 13-го калибра. Но у них есть некоторые ограничения по горизонтальным углам наводки. И я не знаю, есть ли в прокачке стрелок, но если есть, будет весело. В общем, тенденция складывается таким образом, что самолеты-штурмовики в Нлистед могут стать универсалами в игре. У них есть бомбы, ракеты, хорошее курсовое вооружение, да еще и стрелка ведут. Проблем у обычных истребителей прибавится, а вот опыт зазбития не знаю. Я уже давно возмущаюсь, что зазбитого бобра дают мало очков, а с вводом стрелков так вообще истребители нахрен не нужны будут. Ну, кроме тех, у которых бомбы есть. Самолеты с большим калибром – тема хорошая. Но у таких пушек боекомплект меньше, и чтобы попасть, нужно еще прицелиться. А чтобы прицелиться, нужно хорошо маневрировать. А как у нас сейчас воздушные бои проходят? Карусель типа Догфайт с попыткой перекрутить самолет противника, сбрасывая тягу и пользуясь закрылками. Какой нахер Догфайт в этой игре, если самолет сам выравнивается во время виража? Вместо мертвой петли получается мельман. И все бы ничего, но зачастую это больше мешает, потому что самолет будет выравниваться по своему настроенному алгоритму, а не в ту сторону, в которую надо, что тоже бывает важно для обзора. Может быть это было сделано для тех, кто не особо умеет летать? Так и не надо таких пускать в небо. Ну или сделайте хорошее обучение и возможности для тренировок. А пока в инглист этот воздушный бой – это такое унылое говно. Я серьезно. Гоняться друг за другом по кругу – так себе занятие. Тем более, что не для всех самолетов это подходит. Сколько раз я видел, как те же густовые пытаются уйти от меня на Ил-26 и сбрасывать тягу. Кто их этому научил – я хз. Скорость и маневр – это главные плюсы истребителей, которые нужно использовать даже в случае атаки сзади. У Густава скорость пикирования в игре, по моим наблюдениям, порядка 600 км в час. У Ил-2 – около 450 км. Даже вес штурмовика не особо поможет быстро загнаться до нее. Да и маневренность не та, чтобы резво вниз сорваться. Любителям мессеров уйти на скорость пикирования в таких ситуациях будет самое то. Да и вообще Густавам больше вертикальные маневры нужны. Потому что с яками, например, крутиться смерти подобно. Кто-то скажет, а как же ЛА-5 ФМ, а вы часто его видели. Я – нет. А это очень хороший противник в небе для Густавов, даже для поздних. Но у ЛАВКи две бомбы по 50, которые что-то и могут, но этого мало. А гоняться за истребителем ради копейк нафиг не надо. Уж лучше пушечный Ил в сетап поставить. Тем более с рабочим стрелком. А с его пушками и в лобовую не страшно идти. Главное приноровиться стрелять на упреждение до появления маркера прицела. И какой бы хороший БФ-109 Г-6 не был, пизда ему и спереди, и сзади. В общем, всё сводится к тому, что если разработчики просто введут стрелков без учёта разных нюансов, то в небе, на листах, будут одни штурмовики. Ну и те истребители, у которых есть бомбы, коих тоже не так много. А вот агрегаты серьёзными пухами будут летать? Я бы вот не стал. А зачем? Самолёт – да, сбить одним залпом возможно. Танк – сомневаюсь. Да и высматривать их – так себе занятие. А вот, кстати, за меньшей скоростью штурмовиков на них это делать удобнее. Я не про тяжёлые истребители, которые у нас в штурмовиках числятся, а про Ил-2 и юнкерсы. Наверняка кто-то сейчас в комментах строчит. Я каждый бой по 2-3 танка, то есть 10 забираю, а ты играть учись. Так они везде это в комментах пишут, и таких немного. Да и я в вас и не лезу. А вот реальность игры с килчатом показывает иную картину. Что-то я ни разу не видел, что пушками Ил-2 забрали хоть один танк. Ну, разве что на полигоне пустые коробки расстреливать. Но я надеюсь, что со временем в Индлистод будет баланс в небе, будет больше по-настоящему хороших пилотов, будут интересные воздушные бои, и всем всё будет нравиться. А на этом всё. Спасибо за просмотр. До новых встреч!